МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Самая кровопролитная блокада в истории человечества". В Сарове прошел митинг, посвященный 78-й годовщине начала блокады Ленинграда. Болезнь 21 века. Растет число людей, страдающих бронхиальной астмой. Поплавок 2019. В Сарове прошел рыболовный фестиваль. Далее расскажем обо всем подробно. Трещины на внутренних перегородках детского сада номер 8 были обнаружены в 2016 году. Тогда их заделали и закрасили. Сад сдали. Процессы, которые идут в садики, они привели к тому, что данные зашпаклеванные трещины, они расширились. Просто идет вибрация на пол, идет это. То есть, по сути дела, по внешним параметрам, по внешним признакам, было обнаружено, что некачественно были заделаны эти стены. Для безопасности на стены поставили маячки. С тех пор технические специалисты наблюдают за ними. На этой неделе очередная комиссия в составе представителей администрации, эксплуатирующей организации и департамента образования осмотрела подполье, колонны, плиты, фундамент сада. Зафиксировано то, что трещины как бы увеличиваются, но они увеличиваются, может, по чисто эксплуатационным параметрам. Никаких нарушений по внешнему виду, никаких трещин в фундаментах, колоннах и капитальных стенах нет. Однако, понимая, что речь идет о безопасности детей, администрация заказала независимую экспертизу, которая обследует здание и даст рекомендации о том, как устранить трещины в перегородках. Учебный процесс продолжается, но не исключено, что на некоторое время придется закрыть сад, чтобы строители выполнили свою работу. У нас тогда будет наше решение, как это сделать. То есть, или суббота, воскресенье, как предлагают, или объявить каникулу на неделю, чтобы сделать вот этот внутренний косметический ремонт, чтобы дети, так сказать, в нормальные условия опять вернулись. Речи о полном закрытии сада не идет. Угрозы безопасности жизни и здоровью воспитанников нет. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Дом по адресу улицы Озерная, 10, опустел. Жильцов переселили в другие квартиры. Ветхое здание будет снесено. На его месте через два года здесь появится Центр культурного развития. Например, такой, как в городе Шибекино, Белгородской области. Как пояснили в администрации, Саровский центр не будет его точной копией. Пока проект находится на стадии согласования. Финансироваться строительство будет из федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта культуры и туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». Первая задача, которую мы ставим перед собой, это вовлечение как можно большего количества наших горожан в сферу культуры. Причем вовлечение путем создания новой инфраструктуры, более современной, чем та, которую мы имеем сегодня. Территория для строительства выбрана не случайно. 21-й микрорайон быстро растет, но инфраструктура развита слабо и поблизости нет учреждения дополнительного образования. И, естественно, территория без социальной структуры не может никак существовать. Поэтому, мне кажется, появление там именно культурно-досугого учреждения, ну, это, наверное, очень хорошая такая история. Центр культурного развития совместит в себе несколько функций и направлений досугового и образовательного характера. Проектом предусмотрены выставочные, хореографические залы, творческие, мастерские и современные формы работ библиотеки модельная. То есть, это не библиотека в чистом виде, в которой она всегда была. Это не только выдача книг, но это еще коммуникация. То есть, это многофункциональная мебель, это всевозможные мероприятия, которые на этой площадке могут проходить посредством книги, естественно, с книгой. Но это, естественно, служит для одного, чтобы люди могли и пообщаться, и поговорить, и, естественно, получить какое-то знание. Предполагается, что новое здание будет двухэтажной площадью полторы тысячи квадратных метров. В администрации заверили, что к концу 2021 года Центр культурного развития примет своих первых посетителей. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей СОРО-24. Полюбившиеся горожанам место отдыха, сердце старого района, сквер на проспекте Мира и Старый Фонтан в скором времени возможно преобразятся. Жители нашего города могут выбрать, какую территорию, в каком микрорайоне ждут капитальные изменения. Реконструировать сквер могут случаи победы СОРО в федеральном конкурсе Минстроя среди малых городов и исторических поселений. Ранее наш город выиграл этот конкурс с проектом преобразования парка имени Зернова, где сейчас идут работы. Чтобы в очередной раз получить 100 миллионов, жители должны выбрать территорию. Поэтому администрация проводит опрос с целью узнать, какое пространство горожане хотят благоустроить. Выразить свое мнение жители могут в социальных сетях, на электронную почту прислать свое мнение или лично прийти в здание администрации и там заполнить анкету. Территорию для благоустройства жители могут предлагать сами либо выбрать из списка администрации. Пока этих объектов пять. С точки зрения специалистов муниципалитета, эти общественные пространства максимально востребованы у саровчан. Среди территорий, которые могут выбрать жители, это сквер на проспекте Мира и площадь Ленина, детский парк на улице Сосина, территория улицы Московская около ЗАГСа, территория сквера в 22-м микрорайоне и самая большая территория и самая нетронутая – это левый берег набережной реки Сатис напротив парка. Голосование продлится до 15 сентября. Затем начнется обсуждение того, что именно надо сделать на территории, которая наберет большинство голосов, чтобы по максимуму учесть все мнения, администрация проведет ряд опросов и встреч с жителями. Сам конкурс Минстроя пройдет в 2020 году. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Повышенная температура, насморк, кашель. Всем давно знакомы симптомы гриппа. Нужно вовремя позаботиться о своем здоровье и сделать прививку. Вакцинация – действенный метод избежать заражения и тяжелых последствий от вирусов. В этом году в поликлиниках города использует отечественный препарат «Сови-грипп». Она состоит из трех штаммов. Это основные типы вируса А, H1N1 – свиной грипп, H2N3 – это гонконгский тип, и тип вируса В. Прививаться лучше заранее. После введения препарата иммунитет формируется в течение двух-трех недель. Особенно важно прививаться от гриппа пожилым, детям, лицам с хроническими болезнями и беременным женщинам со второго триместра. Прививка не гарантирует, что вы не заболеете. Все зависит от индивидуального развития иммунитета. Вакцина поможет избежать серьезных осложнений, которые могут привести к летальному исходу. У нас пациенты умирают от осложнений. Не от самого гриппа-то, а от осложнений. И надо сказать, что пациенты, которые вакцинированы от гриппа, у них минимизированы риски развития осложнений. Заболевание протекает в наиболее благоприятной легкой форме. От самой прививки заболеть нельзя. Слабость и незначительное повышение температуры после вакцинации – допустимые побочные эффекты. После вакцинации могут быть нежелательные побочные явления. Это, как правило, в первые три дня ухудшение общего самочувствия и незначительное повышение температуры. Это стандартные реакции. Кроме вакцинации, важна еще своевременная диспансеризация. Она поможет обнаружить болезнь на ранней стадии и быстро вылечиться. Сделать прививку от гриппа можно бесплатно в поликлиниках города. Также работают выездные прививочные бригады по месту работы. Дарья Козина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Бронхиальная астма – широко распространенная патология. Это болезнь, при которой затрудняется дыхание из-за воспаления в бронхах. В последние десятилетия этот диагноз все чаще и чаще слышат как родители маленьких детей, так и взрослые люди. Это связано не только с развитием методов диагностики, но и с ухудшением экологической ситуации. В эру химической промышленности, фармакологической промышленности, развитие промышленных предприятий, загазованности городов, мегаполисов, в эру стрессовых ситуаций – все это является провоцирующими факторами, которые вообще усложняют течение любой хронической патологии. Астма имеет характерные симптомы. Больной страдает одышкой респираторного характера. Его мучают сухие, свистящие хрипы, спазматический приступообразный кашель по ночам и в утренние часы. У астматика снижена толерантность к физической нагрузке. Астму может сопровождать аллергический ренит. Астма детского возраста отличается от астмы взрослых. Почему? Потому что чаще всего триггером является инфекция. На фоне инфекции развивается бронхиальная астма. И если в течение года несколько раз есть эпизоды обструктивного бронхита с нормальной температурой, с длительным кашлем, с явлением ренита, не исключающих аллергическую патологию, то, конечно, этих детей нужно обследовать на предмет исключения бронхиальной астмы. Спровоцировать приступ астмы может встреча с аллергеном, стресса, запахи, спортивная нагрузка и даже длительное пребывание на морозе. Для того, чтобы предупредить о развитии тяжелой формы болезни, нужно своевременно обратиться к врачу, который назначит необходимые препараты. Больному необходимо вести здоровый образ жизни и стараться исключить аллергены, чтобы не провоцировать приступы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Помните эту дату и передавайте эту память всем своим потомкам. Это наше героическое прошлое. Подвига подобного ленинградскому не знала мировая история. Героизм и мужество советского народа в тяжелейших условиях блокады стали символом непобедимости и единства. Саровчане почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». В митинге участвовали первые лица города, представители центров внешкольной работы, общественного движения «Волонтеры Победы», юноармейские отряды школьников и ветераны войны. Это та дата, которую должен помнить каждый. И не только помнить, а и знать. Конечно, те, которые люди изучали в школе и знают это время Великой Отечественной войны, ни в коем случае забывать это нельзя. Сейчас в Сарове проживают 35 жителей блокадного Ленинграда. В то страшное время большинство из них были детьми. Несмотря на юный возраст, каждый отчетливо помнит ужасы и тяготы войны. В начале блокады Тамаре Николаевне было два года. Отец служил на Балтийском флоте и погиб в первые годы войны. Мать умерла от голода. Нас детей собирали по квартирам. Так я попала в дом ребенка, когда мне было два года. Затем из дома ребенка в детский садик, из детского садика в детский дом. И так я в детском доме пробыла до 18 лет. Мы получили музыкальное образование. Я получила специальность в этом детском доме. И оттуда в 1957 году попала в наш город. К каждой дате ветераны относятся особенно трепетно. Блокадное время навсегда оставило след в их памяти. Подрастающее поколение должно знать и помнить 8 сентября 1941 года. Чтить и гордиться подвигом своих предков. Очень важно знать свою историю, изучать свою историю. Помнить о ней и гордиться ей. Иначе без прошлого нет будущего. И надо быть достойными людей, которые отдали свою жизнь за нашу страну. Мужество и отвага защитников Ленинграда, страдания и терпения жителей города – все это навсегда останется примером и уроком для новых поколений. Дарья Козина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. Иван Ромашкин пришел в лесхоз нашего города 44 года назад техником-лесоводом. Затем стал помощником лесничего, а сейчас работает главным лесничем. Иван Михайлович следит за порядком в лесу, контролирует своевременную вырубку сухостоя. Выбираем весь сухостой, валеж, который у нас в лесу делается. Определяем объемы, породный состав. И, значит, если есть возможность организации какой-то выдать этот лес, или, значит, частным порядком в небольших количествах, мы его отпускаем и стараемся, чтобы у нас в лесу было чисто, красиво и хорошо. Чтобы люди наши ходили, отдыхали в хороший лес. Занимаются лесничьи и посадкой деревьев. За свою трудовую жизнь Иван Ромашкин вместе с коллегами посадили около 500 гектаров леса. В основном сажали сосну. Земля в нашей местности песчаная, хорошо подходит именно для хвойных пород. Сейчас вот этот лес молодой можно увидеть на протяжке, когда вот едем по железной дороге, лес растет на Филипповке, растет лес. Ну и в других местах, где были у нас вырубки сплошные, на этих сплошных вырубках делали искусственную посадку леса. Весь лесопарк в нашем городе занимает более 6000 гектаров. Их обслуживает около 20 человек. Весь лес разбит на участки, которые закреплены за конкретными лесниками. Каждое утро они обходят свою территорию и наблюдают за порядком. Стать лесником может не каждый. Для представителей этой профессии важна хорошая физическая форма. Для лесника важно, чтобы он был здоровый, крепкий. Чтобы у него все нормально было. Чтобы он мог ориентироваться в лесу. Не мог как лесник заблудиться в своем лесу. Бывает, что если лесник не ориентируется в лесу, мы стараемся таких лесников не принимать на работу. Лесник сегодня непростая, но очень значимая профессия. На их плечах лежит забота о сохранении нашего национального богатства. И лесничьи в Сарове делают все возможное, чтобы лес был ухоженным и здоровым. Все у нас работники хорошие, работают очень хорошо. Я всем им благодарна за то, что относятся очень хорошо к своей работе. И вот мы сохраняем вот это вот наш такой замечательный лес. Но и помощь жителей лесникам тоже необходима. Беречь лес, легкие планеты – это задача каждого из нас. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Татьяна Жаркова родилась и выросла в Сарове, училась в 13-й школе. После окончания Мордовского педагогического института вернулась в родные стены. Молодой преподаватель с теплом отзывается о своих бывших учителях, которые теперь стали ее коллегами. Они поддерживают и помогают советами. Первый год в школе Татьяна проведет в роли наставника 4-го класса. Классу мне очень повезло. Класс у меня очень хороший. Четвертый я, вроде последняя ступень начальной школы. Но все-таки все умные, родительский комитет очень хороший. Еще одна молодая учительница, которая только делает свои первые шаги в профессии – Наталья Сафонова. Она по совету друзей приехала в наш город из Рязани, закончив институт иностранных языков Рязанского государственного университета. Впечатления о городе, о коллективе Натальи хорошие. Сейчас молодой учитель старается выстроить отношения с учениками. Пытаюсь наладить контакты. И, в принципе, они идут на контакт. Надеюсь, дальше будет лучше. Но есть дети, у которых дисциплина хорошая. И мы, в принципе, уже нашли более-менее общий язык. И работать со всеми детьми, я скажу, мне приятно работать. С кем-то трудно, у кого, допустим, плохая дисциплина, посложнее, чем с другими детьми. Но, в принципе, мне пока нравится. Также в 13-й школе новый учитель по мтематике. Алена Агеева закончила Арзамасский филиал Нижегородского университета имени Лобачевского. В профессии учителя ее привела любовь к детям. Хочется им дать знания, которые есть у меня, чтобы дети также научились этому, понимали математику. Все три педагога хотят совершенствоваться в своей профессии и получать новые знания. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Анастасия Кох родилась на крайнем севере, в Норильске. Суровые климатические условия и скудные природы тундры не стали препятствием для развития творческой натуры. Ее детство было наполнено звуками музыки. В пять лет она, по примеру брата, решила научиться играть на гитаре. У меня вся семья, все играют на музыкальных инструментах. У меня четыре сестры и один брат. И вот все свой или кто-то каждый свой. После окончания Московского музыкального колледжа имени Скрябина Анастасия приехала преподавать в Саров. В конце августа она впервые переступила порог детской школы искусств. И за непродолжительное время у нее сложилось благоприятное впечатление от нового места работы. У нас прекрасный директор, все доброжелательные, очень преподаватели. Кто чем помогает, кто-то пульт свой отдал, не пожалел. Город тоже очень красивый. Педагог отделения народных инструментов Алексей Порфирьев приехал в Саров после окончания Нижегородской консерватории имени Глинки. В детской школе искусства она обучает детей игре на баяне и аккордеоне. Его путь в профессию начался с решения родителей. История у меня простая, как у всех детей. Родители привели в музыкальную школу и все. Я тогда был маленький, сам я не мог, как все дети, не могут принимать решения без родителей. Любовь к музыке и народному инструменту пришла позже. И этому Алексей благодарен своим педагогам, которые развивали его талант. Молодой человек считает, что баян дает исполнителю огромные возможности для творчества и реализации авторских идей. Мне как бы и все нравится, и классику исполнять, и русские народные. Есть везде свои изюминки, свои тонкости. Сейчас педагоги всецело отдались занятиям с детьми. Ищут свой стиль, вспоминают наставления своих преподавателей, которые в свое время привили им любовь к музыке. В планах повышение собственного исполнительского мастерства, участие в конкурсах и фестивалях. Елена Грецко, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. В сентябре исполняется 230 лет со дня рождения американского романиста и сатирика классика приключенческой литературы Фенемора Купера. Именно с этого автора в этом году открылся проект «Читаем вслух». Семиклассники школ города прочитали роман «Зверобой». Книга рассказывает об истории колонизации Северной Америки. Главный персонаж – это непоседа. И, естественно, он открывает книгу и рассказывает все события. В проекте «Читаем вслух» приняло участие 59 семиклассников. Кто-то из ребят ранее выступал перед публикой, а кто-то пришел сюда впервые. Волнение не помешало детям прочитать произведение с выражением. «Я робот» Айзека Азимова, «Брестская крепость» Сергея Смирнова, «Слово о словах» Леонида Успенского. Эти и другие произведения русской, советской, зарубежной прозы и поэзии войдут в программу чтений в этом году. Весь наш календарный план составлен таким образом, чтобы так или иначе учесть юбилейные даты. И Ольги Бергольц, и Кира Булычева, и еще ряда писателей-поэтов, которые в 2019-2020 году будут отмечать какие-то юбилеи. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем вслух» пройдет в октябре. Пятиклассники школ города прочитают произведение «Путешествие Алисы» Кира Булычева. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Взяв в руки два листа бумаги, дети сложили их на несколько частей. После связали нитками и прикрепили готовый вариант на специальную палку. И вот готова летняя бабочка. Изделия из бумаги смогли смастерить все гости дня открытых дверей в клубе «Мечта». На протяжении всего вечера педагоги рассказывали детям и их родителям о своих студиях. И приглашали всех желающих принять участие в мастер-классах. Не переживайте, если у вас не получается. Со временем вы научитесь. Ирина Гичук – преподаватель по пауэрлифтингу. Больше десяти лет она обучает детей технике классических и силовых упражнений. Учит грамотно приседать и выполнять жим со штангой. Мы занимаемся с детьми от 14 лет. Занимаются в моем объединении юноши и девушки. Занимаемся специальной физической подготовкой. Это упражнения с гантелями, на тренажерах, со штангой. Для того, чтобы при мере подготовленности участвовать в различного рода соревнованиях. В клубе по месту жительства «Мечта» есть место не только для тех, кто хочет позаниматься в тренажерном зале или накачать мышцы. Если есть желание танцевать народную, современную и классическую хореографию, студия «Колорит» приглашает к себе. А любителей поиграть в настольные игры и попробовать себя в большом коллективном творческом деле ждет игротека. Ребята приходят в свободном посещении, пообщаться, поиграть. Ну и игротека у нас отвечает за все большие мероприятия, которые вообще творятся в этом клубе. Учатся и театрализации, выступают на сцене. Здесь очень весело, здесь все общаются с друг с другом, можно поиграть, когда скучно. Здесь настолько весело и здорово, я бы записалась везде. В эту субботу клуб «Мечта» приглашает всех желающих на праздник микрорайона. Он пройдет на дворовой площадке по адресу Московская, 40, начало в 16.00. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саруф24. Уже много лет клуб «Здоровье» Центра внешкольной работы принимает детей и подростков после школы или во время каникул. Ребята здесь могут заняться спортом или творчеством, пообщаться с друзьями и найти единомышленников. ЦВР старается учесть интересы и потребности всех жителей микрорайона. И в этом учебном году, наряду с давно знакомыми кружками и секциями, открывает новое объединение. Клуб авторской песни «След» под руководством Игумного Елены Валентиновны, а также фитнес-энерджи, которая руководит Кочешкова Екатерина. Будем здесь же открывать курсы английского языка для малышей тоже с 4-х лет. Уже группа создается и в октябре она начнет работать. А также школы раннего развития для детей, которые, предположительно, через год пойдут в школу. На базе Клуба Здоровья действует молодежное общественное объединение «Армир». Сегодня оно насчитывает более 50 участников. Это старшие школьники, студенты и молодые специалисты. Присоединиться к ним могут все, кому уже исполнилось 14 лет. В «Армире» в основном занимаются историческими танцами и фехтованием. Ну и кроме этого у нас есть ремесленная деятельность, у нас есть ролевые и грыжевые действия. В общем, деятельность вполне себе интересная, но и в общем свободной минуты не будет. По вечерам каждый день, кроме воскресенья, для всех желающих открыта игротека. Сюда можно зайти после школы или детского сада, весело провести время, поиграть в настольный теннис, бильярд или игры на эрудицию, смекалку и логику, почитать книги. Также в игротеке детей готовят к волонтерской деятельности. Продумываем акции, квесты, различные викторины с целью пропаганды ЗОЖа и вообще активной позиции молодежи. Сейчас актив игротеки и клуб «Здоровье» готовит праздник микрорайона в честь начала нового учебного года. Он пройдет 13 сентября в 17 часов возле здания ОБЦ «Носилкино-10-1». Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Клуб «Артпозитив» существует два года. За это время художники добились больших успехов. Работы выставляются по всей области. В январе на Нижегородской выставке «Свобода творчества» их признали открытием года. По профессии Вера – инженер-химик. Все свободное время женщина посвящает живописи. Написание картин для нее не просто хобби. С 2012 года работы художницы украшают различные выставки. Сам процесс, вот начинаешь работать, иногда даже остановиться невозможно. Потому что он захватывает столько всего интересного, смешение красок, сюжеты. Я без живописи уже как-то жить не могу. Новую выставку «Клуб Артпозитив» посвятил лету. В экспозиции более 70 работ, на которых яркие натюрморты, портреты и красочные пейзажи из многих уголков страны. Картины выполнены в разных техниках. Масло, акварель, пастель. Картины, да, мне нравятся. Те, что крымские, узнаваемые места, где я тоже был. Какие-то, да, можно выделить. Я бы даже домой забрал с радостью. Очень необычное тем, что как-то первый раз я оказалась в библиотеке плюс выставка. Какая сама атмосфера по себе очень интересная. Молодежный библиотечный информационный центр превращается в своеобразное арт-пространство, где можно посмотреть картины, познакомиться с художниками и фотографами, поговорить об искусстве и приятно провести время. Мы знакомим наших читателей с творческими людьми, с художниками, с фотохудожниками, с мастеровыми людьми, которые руками своими делают такую красоту. И она у них стоит дома. Они ее приносят сюда, и наши читатели смотрят на это, восхищаются, восторгаются и говорят о том, что, боже мой, сколько талантливых людей в нашем городе живет. В рамках проекта «Библиотека в стиле арт» читатели могут не только посмотреть работы саровских художников, но и поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, развить свои творческие способности. Подробную информацию о предстоящих событиях Молодежного библиотечно-информационного центра можно узнать в группе ВКонтакте. Дарья Козина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Артем Шевков аккуратно и не спеша подвел к сачку пойманную рыбу. Он не стал подсекать. Леска на удочке слишком тонкая, может оборваться. А в соревнованиях нельзя рисковать. Здесь каждый грамм на счету. Сейчас на данный момент у сану у меня в улове подлещик. Но, чтобы ловить подлещика, надо знать определенные фишки, которые мне подсказал, как сказать, мой тренер, четырехкратный чемпион мира Станислав Посланчик. В свои 18 лет Артем уже стал профессионалом в рыболовном спорте. Но каждое соревнование – это проверка рыбака на мастерство, и юноша не упускает возможности протестировать свои наработки на практике. С начала состязаний прошло полтора часа, а в садке у Артема барахталась пойманная рыба весом примерно с килограмм. Главное правильно – подобрать оснастку. Конечно, многое зависит от сектора и от самого умения рыболова. От удачи очень много чего зависит. То есть 50% удачи, 50% – это уже своей работы, своего труда. Его напарнику по команде «Атомфиш» Максиму Ведищеву в этот день везло меньше. У противоположного берега рыба клевала плохо. Участники соревнований сосредоточенно смотрели на поплавки и то и дело меняли наживку. Ну а подводные жители капризничали и неохотно шли на запах приманки. Надеемся, что поймаем. Все, конечно, сейчас огорченые сидят потихоньку. Но и все равно солнце, погода хорошая. Все рады, что пришли на соревнования. Правый и левый берег озера Боровой организаторы поделили на сектора, чтобы у каждой команды были равные условия на соревнованиях. Участники команды между собой решали, на каком берегу будут ловить. А секторы выбирали путем жеребьевки. У нас, соответственно, берег поделен на две зоны А и Б. Это зона А, дальняя зона – это Б. Здесь глубина поменьше, в зоне Б глубина побольше. Сейчас такая ситуация складывается, что на том берегу клюет получше и немножко покрупнее. Рыболонный фестиваль поплавок проводится в нашем городе с 2015 года. В этот раз за звание лучшего рыбака боролись 10 человек. Елена Крыскова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Небольшая разминка на линии старта. Дарья Чумакова готовится к забегу на 60 метров. Правильная подготовка мышц к физической нагрузке – это половина успеха на дистанции. И хотя Даша не посещает спортивных секций, к сдаче норм ГТО она подготовилась. Самое главное – это посещать уроки физкультуры. И учитель физической подготовки, он тебе все постоянно объясняет. И все, чтобы ты сделал правильно и не получил никаких травм. Не все получилось, как задумала. Даша призналась, что сложнее всего было выполнять силовые упражнения. А вот бег на короткую дистанцию и прыжки в длину дались легко. Для первого раза она показала достойный результат. Я решила сдавать в этом году, потому что спорт – это здоровье мое, в первую очередь, и нормы жизни. Школьники выполняли пять упражнений – бег на короткую дистанцию, прыжки в длину, упражнения на гибкость, отжимания и подтягивания на перекладине. Нормативу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО ученики 11-й школы сдавали в рамках школьного дня здоровья. Все дело в том, что ребята, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, они реже болеют, а значит, реже пропускают уроки в школе. А если они реже пропускают уроки в школе, значит, они лучше учатся. Два года назад 11-я школа стала участником проекта «ГТО. Путь к успеху». Педагоги проводили разъяснительную работу с учениками, нацеливая их на занятия физкультурой и спортом. Результатом таких усилий стал большой спортивный праздник, на котором ребята смогли проверить свой уровень физподготовки. Проект «ГТО. Путь к успеху» был задуман с целью укрепления здоровья учащихся и массового вовлечения ребят в занятия физической культуры и спортом. Для удобства ребят разделили на две группы. Сначала на стадион пришли ученики среднего звена, а потом старшеклассники. Всего в рамках Дня здоровья более 300 учеников сдали нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Елена Грискова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин